ну что сегодня у нас уже погода более-менее наладил налаживается очень хорошо сегодня я вам расскажу о такой теме которая я уверен что многих она затронула это такая тема как что же теперь я могу себе приобрести за там два два с половиной миллиона рублей раньше вот я вам скажу что допустим там когда я только начинала там может быть два года пусть назад да можно было за 2 миллиона что-то сданное покупать и сейчас к сожалению люди сталкиваются с такой ситуацией что что-то сданное если оно есть то это точечные какие-то предложения в целом я вам хочу сказать что те вот знаете вот динамика роста цены которую показывают многие из блогеров посмотрите как люди заработали там вот на такой-то стройке вот у нас удачные инвестиции так далее то вы знаете любая стройка она дорожает это все понятно но с другой стороны посмотрите насколько подорожали цены в общем то есть по адлерскому району я провел анализ именно с данных домов и выпустил видео не за на там особо просмотров не набрало но вот ссылочку я как раз подкреплю чтобы людям было более понятно потому что вы знаете когда вот сейчас обращаются ко мне покупатели и говорят мне ну мы вот продавали продавали квартиру только продали полу там год допустим прошел а теперь такие цены что мы даже в стройке себе не можем этого позволить поэтому вот вы даже сами наверное уже видите и когда просите вышлите там информацию новому объекту вот сейчас два новых объекта вышло я высылаю людям шахматки да и ценник начинается от 70-75 тысяч за квадрат вот представьте себе да даже те кто возможно уже покупал недвижимость кто-то ранее покупал по 70 тысяч можно было уже сданные объекты покупать я их показывал и вот проводя вот этот анализ с данных домов на на этапе сданных домов только вот привел анализ прошлого года и насколько подорожали цены именно в этих же самых домах тоже с данным то уже разница понимаете во многих объектах превышала 20 20 тысяч за квадратный метр поэтому говорить о том что вот посмотрите какие мы там молодцы помогли людям заработать денег там вложили стройку то вы помогли людям сэкономить они заработать потому что они то может быть и заработали эти деньги а теперь им приходится покупать что-то для допустим для себя и опять стройки уже по дорогой цене сейчас новые реальности понимаете рынок он немножко сколохнулся из-за спроса из-за того что есть стабильный спрос на сочи всякие там сносы слухи и так далее это ничего не повлияло когда были сносы вот недавно у меня была трансляция тоже спрашивали а повлияли ли вот эти вот ситуации негативные до что вот там попересажали многих из администрации сочи замов и так далее повлияло ли на спрос до спрос он остался просто именно в этот момент спрос упал допустим на стройки какие-то да потому что многие из жилых комплексов вообще перестали продавать либо напугали людей так что покупать вообще ничего нельзя только можно вторички покупать и люди перешли на вторичное жилье на как на какие-то предложения уже в сданных домах и все равно покупались просто никуда не делся вот и поэтому я хотел бы вам напомнить о том что цены подорожали поэтому давайте мы все-таки окунемся в реальность что новая стройка не будет уже по 50 по 60 тысяч рублей этого не будет уже будет по 70 если и будет какая-то стройка там по 65 допустим тысяч то вы должны понимать что это слишком далеко это слишком дешевая земля у нее какие-то могут быть там проблемы то есть подключением там какие-то централизованных коммуникаций может допустим локальные очистные сооружения может быть подъезд не очень хороший там может быть даже не будет центрального водопровода будет скважина понимаете на весь дом то есть если и будут такие предложения в таком сегменте то с определенными какими-то нюансами не говорю проблемами а нюансы потому что кого-то это устраивает кого-то нет еще хотел бы обратить ваше внимание что застройщики теперь уже далеко не дураки и начали первые этажи особенно со статусом жилое помещение делать с террасами и они даже стали вкладывать туда деньги то есть если раньше допустим они просто чтобы первые этажи распородались там с видом в сторону опорной стены хотя бы там сделать им залить территорию чтобы они выходили пусть они сами там огораживают пусть они сами там что хотят и делают каждый по-своему да чтобы только продать первый этаж потому что ну крайние этажи как как всегда в сочи не очень хорошо продавались да то есть вот первый этаж там некоторые говорят там затопит там или вот как-то вот шумно там парковка рядом крайний этаж там а это высоко там лифта вдруг а не будет работать либо лифта нету то на 5 там на 4 этаж пешком подниматься а если это мансардный этаж альта тут недавно пожар был он вообще сгорит и либо там это самое ну крайне как бы этаж там по крыше будет тарабанить если это деревянные перекрытия очень первый и последний этаж он всегда был не в ходу можно так сказать только если видовые характеристики там вид классный на море там то тогда конечно там цена не будет меняться так вот они стали делать квартиры с террасами еще и вкладывая в это день денег то есть делают уже навесики делают уже стационарное ограждение и уже такие варианты примерно уже на 10 тысяч за квадрат дороже становятся понимаете то есть если раньше кто-то думал ну вот терраса сейчас на халявку возьму теперь вы будете за это платить то есть и надо опять же понимать почему опять такие цены раньше можно было мансарду допустим построить как ты там ее по кривому там узаконить и но представьте себе лишний этаж сколько вот квартир да если там ну мы примерно утрированно говоря там 10 квартир на этаже ну минимум да вот 10 квартир еще лишний застройщику дает только волю он и 5 этажей построить да дайте возможность и он же покупает стоимость земли все это же подключение коммуникации это все входит стоимость за квадратный метр в итоге поэтому теперь три этажа облагороженная территория применяют может быть какие-то уже более качественные материалы чтобы удивить зацепить самого покупателя чтобы ему приятнее было до благородить территории уже брусчаточка где-то устелить и отсюда уже рождается цена поэтому я и говорил тогда что когда вот со статусом квартиры последние квартиры продавались жека допустим на садовой там по 75 и так далее я говорю что таких цен не будет вуаля сейчас по 75 начинаются стройки в том же самом грубо говоря месте так что давайте окунаться в реальность подорожал весь адлерский район но по крайней мере я это доказываю то есть я у меня есть видео где я проехал около 30 домов проделал огромную для вас работу то есть в плане все поднял все архивы посмотрел какие раньше были цены все это для вас записал пожалуйста это все мои слова можно проверить не просто на словах да а по тем видео ориентировался именно по своим видео даже не по видео моих коллег а именно по своим видео которые у меня есть на канале и за каждую допустим дом где я говорю была цена такая то а сейчас стала такая я готов как бы ссылочкой подкрепить свои слова где я показываю шахматки ведь удобно раньше да я показал шахматку раз и вы видите там сколько продалось квартир по каким ценам какие акционы можно вспомнить это как это было полазите в этих хрониках у меня даже есть специально в плейлисте хроники недвижимости адлера вот полазите посмотрите по каким ценам раньше было поэтому еще раз говорю когда мы следим за динамикой роста цены в обычной стройке мы не учитываем того что в целом дорожает понимаете вся недвижимость и если вы собирались допустим заработать на перепродаже то учтите пока вы зарабатываете деньги вам приходится там следующем году для себя покупать еще дороже за квадратный метр но все равно конечно инвестиции это выгодно этим занимаюсь и я я уже неоднократно говорил что в каких жилых комплексах я вкладывал и насколько они потом по выгоде маржинально отразились но опять же вот сейчас меня вкладывать тоже приходится дороже если раньше были варианты по 50 тысяч за квадратный метр сейчас за 70 придется покупать то есть вот вам рост примерно там на 30 40 процентов в общем жду ваших комментариев подкреплю я ссылочкой под видео вот это видео которое по адлерскому району я проехал с доказательством того что рост цены за последний год он поднялся и вы посмотрите это видео я думаю что она будет полезно и полезно даже покупателям которые задают вот такие вопросы то есть ну что я теперь покупаю покупать могу за свои там вот деньги да за свой бюджет ведь в регионах цена не подорожала люди пытаются уцепиться за вот этот вот вариантом когда они смотрят вот сейчас открылась стройка там за 2 миллиона что-то обещают продать и так далее да вы сначала продайте свою квартиру потом уточняйте что вы там можете себе купить и когда вы сможете то что вы выставили квартиру на продажу это не факт что она продастся прямо буквально сразу есть люди годами которые продавали свою квартиру продали дешевле процентов на 30 и в итоге теперь не знаю что на что им хватит чтобы чтобы отбить свои вот эти вот деньги и для того чтобы себе какую достойную площадь купить им надо будет не один раз заинвестировать и перепродать чтобы потом уже достойную себе площадь купить в общем отличного вам настроения у нас что-то прям распогодилось солнышко вылезло тучи ушли надеюсь отдых у людей будет не испорчено окончательно потому что все прям вот погода плохая я думаю что все будет хорошо оставляйте комментарии смотрите под видео есть ссылочка по поводу вот ценообразования прошлого года и в этом году какие я думаю что вам это понравится всем пока